Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Сегодня говорим на библейском портале Экзегет о стихе 3 Псалма 66. Этот стих Псалма знаком каждому верующему христианину, православному верующему, посещающему храм, потому что очень часто, оставшись до самого конца всеночного бдения, верующий слышит этот возглас от священника. Итак, прочитаю и будем разбирать этот любопытный, неоднозначный третий стих Псалма 66. «Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое на ны и помилуй ны». Вот четыре обращения в этом небольшом стихе обращены к Богу, и человек, молящийся, автор этого текста, и с ним вместе и религиозная община, и весь народ израилев, и каждый верующий, он взывает к Богу с этими четырьмя просьбами. Какие же просьбы? Давайте их отдельно отметим. Во-первых, обращается человек к Богу с просьбой о том, чтобы Бог его ущедрил, дал бы ему что-то с щедростью, проявил бы по отношению к этому человеку свою щедрость. Слово еврейское, глагол «ханан», и переводится как «быть щедрым», делать кому-то щедрость. В других переводах переводится иным образом, эти переводы дают более полно понять смысл этого еврейского слова. А именно, что такое ущедрить? Это быть милостивым, кого-то пожалеть, кого-то помиловать. Это варианты из переводов РБО, Мира Левиного и переводы Синодального. Итак, первое, что мы просим у Бога, это быть по отношению к нам милостивым, дать нам милость, и как-то вот дать вот не кусочком, не чуть-чуть, не мерою, как написано апостола Павла, что Бог не мерою дает благодать, но щедро, то есть не щадя, не жалея нас, пускай Бог обратит к нам это свое качество, качество быть щедрым и милостивым. Итак, первый призыв касается того, что мы просим, чтобы Бог был щедрым по отношению к каждому из нас. Второе, мы просим Бога, чтобы Он нас благословил, благословины. Ну, все понятно, благословение Божье означает просветание, означает исцеление, означает преодоление всех невзгод или проблем, которые есть у нас в жизни. А вот третье обращение, оно как раз и есть самое любопытное и загадочное. Просвети лице Твое на ны. На ны, на нас, Твое лицо, понятно, у Бога есть лицо, это есть такой элемент некоторого библейского ветхозаветного антропоморфизма. У Бога есть ноги, у Бога есть руки, у Бога есть мышца, которую Он использует, наказывая злодеев и злые вражеские армии. А еще у Бога есть лицо, и вот это лицо обращает к миру, и выясняется, что это лицо бывает разного, что ли, цвета или оттенка. И вот обращение автора Псалма, как будто бы говорит Богу этим обращением, он обращается к Богу и говорит, «Пускай Твое лицо будет светлым по отношению к каждому из нас». И это довольно такой дословный, буквальный перевод еврейского оригинального текста. Там так и написано. Твой взор сделай светлым, просвети на каждого из нас. Другие переводы переводят этот фрагмент стиха немножко иначе. Ну, вот, например, перевод РБО «Да обратит на нас светлый свой взор». Перевод Миира Левинова «Озарит нас», «Озарит нас». Или перевод синодальный, близок к переводу славянскому «Освети нас лицом твоим». Вот, значит, сделай свое лицо светлым по отношению к каждому, для каждого из нас. И здесь хочется сказать что-то немножко об антропологии библейского мира. Итак, как вот понимали древние люди и авторы Нового и Ветхого Завета, как мы видим окружающий мир. Вы помните, вот в Евангелии есть такие слова Христа, что «Если свет, который в тебе есть тьма, то что есть тьма?» И за этим высказыванием стоит особая такая вот, не то что антропология, особая физиология или биология, незнакомая и чуждая современной науке. Итак, что же там имеется в виду? Древние люди и угреки, и евреи, все люди, образованные люди, биологи, хирурги, думали, что мы видим мир, потому что из наших глаз как будто бы исходят лучи. Мы видим мир, мы вращаем своими глазами, и тогда мы как будто бы его освещаем. И раз так, то можно освещать окружающий мир в большей или меньшей степени. Можно его освещать разными какими-то оттенками света. Иногда лучи как будто бы из нас исходящие оказываются темными, черными, и тогда, разумеется, окружающий мир нам кажется темным и черным, потому что из нас исходят как будто бы лучи такого негативного содержания. И Христос говорит, пускай из вас исходят светлые лучи, и тогда мир обретет какую-то подлинную красоту, величие. Вы обнаружите любовь, любовь Бога, разлитую в окружающем мире. Нечто подобное, такой же образ, такое же понимание устроения человека и его глаз используется и здесь. Как будто бы мы просим Бога, Бог, постарайся увидеть в нас, в нашем мире, нечто доброе и хорошее. Его там мало, но точно оно есть. И вот мы просим, чтобы ты какое-то проявил бы сниссаждение, усилия, возможно, и обратился бы к нам своим светлым ликом, потому что в свете твоего светлого лика, и мы будем светленькими, мы будем такими беленькими, мы будем чистенькими, потому что нас освещает мощный прожектор Божьей любви. Интересное толкование этого места содержится в традиции иудейской. Вот в некоторых местах, например, у толкователя Раши комментируется этот фрагмент этого стиха так, что Бог озарит свет своего лица. Это означает то, что Бог пошли на землю, влагу, дождь и росу. И, разумеется, это толкование не единичное в иудаизме и другие подобные толкования. И в этих толкованиях проявляется то, что действительно это толкование принадлежит культуре южного такого региона, живущего на юге. На юге, конечно же, в преизбытке есть солнце, его жар, пекло от солнца. Бывает, что невозможно ходить на улице во время вот этого жара дневного. Нужно скрываться под тень. И в этой связи самое такое вот доброе, что можно от Бога получить, это влагу, это дождик, это прохладу такого дня, в котором был такой элемент, как дождь. И тогда понимается этот фрагмент стиха, как «Дай, Боже, на землю дождь и росу». Один из современных переводчиков, это американский перевод, переводит немножко так вот довольно смело, что ли, самоуверенно, но довольно мило. Он переводит так «Боже, улыбнись». И действительно тоже имеет смысл этот перевод. «Покажи свое лицо нашему миру, всем нам, не лицо гневающегося Бога покажи, не лицо недовольного Бога, а лицо улыбающегося, радостного Бога». А мы знаем из Писания, что у Бога есть разные лица, и Он обращается разными ликами к разным людям. К грешникам у Него одно лицо, к праведникам у Него другое лицо. И вот как будто бы мы просим «Обрати на нас, хоть мы и неправедники, хоть мы и грешники, а ты, Бог, милости и щедрости и благодати, обрати к нам свое светлое, радостное, улыбающееся лицо». В славянском тексте есть и четвертое прошение, обращенное к Богу. Но этого прошения нет в еврейском оригинальном тексте. Там есть только три прошения. Какие? «Ущедри», «Просвети» и «Благослови». А в переводе уже «Септуагинты», в сделанном с него переводе славянского текста, славянской Библии, возникает и четвертое прошение «Помилуйны». «Помилуйны». И тогда вот это первое обращение «Будь щедрым, будь милостивым», «Помилуй», как будто бы оно увеличивается. А впрочем, как будто мы поговорим, дважды просим об этом, «Будь по отношению к нам милостивым». Вот такой ход интересный делает переводчик Библии на греческий язык. Откуда же он взял это четвертое обращение? И вот, как выяснили комментаторы и древние, и новые, оказывается, что этот стих, стих 3, Псалма 66, это вольный такой парафраз, пересказ текста из Пятикнижья, из Тары. Это книга чисел, голова 6, стих 23. И в этом стихе, и в этом, и в последующих стихах есть все эти прошения, которые мы сейчас разобрали. Итак, почитаем этот стих. «Господь сказал Моисею, «Передай Аарону и его сыновьям вот слова, которыми вы должны благословлять сынов Израилевых». Вот, значит, дальше. Вот эти слова мы читаем. «Да благословит тебя Господь». Вот, благословит. «И да сохранит он тебя. Да будет светел его взор, обращенный к тебе». Вот, видите, взор светел. «И да будет он к тебе милостив». Милость. «Да обратит к тебе Господь свое лицо, и да пошлет он тебе мир. Так запечатлеют они мое имя на сынах Израилевых, и я благословлю их». Видите, вот все слова эти используются в этом фрагменте. «Благословит», «Благословит», «Будет милостив», «Просветит свое лицо» и так далее. Вот эти все глаголы взяты именно из этого текста. Заканчивая комментировать этот стих, комментарий этого стиха, давайте еще раз вспомним остроумный перевод одного американского переводчика, который сказал, что, наверное, написал, наверное, обращение к Богу, «Просвети твое лицо на «ны»» можно перевести как «Улыбнись по отношению каждому из нас, хотя мы, возможно, этого и не достойны». Спасибо за внимание. Мы разобрали стих 3 Псалма 66 с помощью портала экзегет.ру. Всего хорошего, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok